Добрый день, уважаемые инвесторы! Банк России с недавнего времени заранее оглашает точные даты своих заседаний, на которых рассматривается вопрос о приемлемости текущего уровня процентных ставок ключевых. Вот сегодня на повестке дня значится данный вопрос, пройдет очередное заседание. По итогам его мы не ожидаем какого-либо неприятного сюрприза от регулятора, ну, впрочем, как и приятного сюрприза тоже не случится. Все ключевые ставки процентные, согласно нашему прогнозу, останутся на неизменных уровнях. То есть ставка рефинансирования – это 8,25% годовых, ставка однодневного аукциона в РИПО – 5,50% годовых, ставка по депозитным операциям овернайта – 4,25% годовых. Инфляция на текущий момент выглядит не так ужасающе, как многие ожидали. В ноябре она замедлилась до 0,3%, в годовом выражении осталась на уровне 6,5%, а с начала текущего года составила, соответственно, 6%. Подобные цифры несут в себе позитив для российского долгового и денежно-кредитного рынков, так как вероятность очередного монетарного прыжка, соответственно, она становится еще ниже. Регулятор в последний раз повысил ставку, соответственно, в сентябре месяце, заняв выжидательную позицию, но, скорее всего, и сегодня ничего не изменится в этом ключе, так как инфляция, как мы уже сказали, такой, наверное, предновогодний все-таки подарок преподнесла рынкам, излишнего перегрева мы не видим, а также и кредитный бум со стороны розничных банков удалось все-таки усмирить. Регулятор сам говорил, что последнее повышение ставки было существенно, оказало значительное влияние, в качестве такой превентивной меры было эффективно. Также были приняты и другие превентивные меры, такого точечного удара по излишне рискованным розничным банкам, соответственно. И вот, кстати говоря, если мы посмотрим на пятничный информационный фонд, то мы здесь найдем интересную такую информацию, Минэкономразвитие, которое в своих оценках в последнее время пессимистичные, Банк России, оно вот улучшило как раз свою оценку по декабрьской инфляции, если ранее она находилась на уровне 60-70% годовых, точнее просто процента, теперь она составляет 0,5%. Тем самым как корпоративные, так и государственные отечественные облигации до конца года будут, скорее всего, лишены излишних таких вот стрессов. Если мы посмотрим на процентные ставки, как сказать, через лупу, то есть на текущий уровень, то мы увидим, что в пятницу произошли здесь наконец-то позитивные сдвиги. Индикативная Моспрайм по кредитам овернайта уступила 48 байсных пунктов, снизилась на эту цифру, составила 6,05% годовых. А также произошли и значительные улучшения и на поле междилерского репо, то есть все-таки рынок наконец-то начал отходить от налогового периода. И вот такое улучшение процентных метрик, оно может сегодня дать позитивные плоды для рынка корпоративных бандов и рынка государственных облигаций. Ну вот, в принципе, внешний фон пока выглядит довольно-таки вялым, определенные ноты оптимистичные есть, но все же могут бумаги рассчитывать только на корпоративные облигации, на небольшой прирост ценников, поскольку для того, чтобы рынок раскачался, нужен более такой массированный внешний позитив. Так вот, например, смесь Brent нефть данная с утра перебавляет 0,3%, торгуется на уровне 107 долларов и 65 центов за баррель. Соответственно, пара евро-доллар пока здесь мы видим, что силы присущи больше американцу, индикатор снижается на 0,15%, 0,05% торгуется на уровне 1,2905. То есть пока евро не может показать нам что-то такое, с претензией, скажем, на рост, в последнее время валютная пара все-таки откатывается вниз. Ну и рынок капитала, пока фьючерсы на ключевые американские индексы не демонстрируют ярко выраженной такой динамики, торгуется на небольшой зеленой территории, соответственно, рынки капитала отечественные прибавляют индексы в пределах 0,15-0,20%, так что вот на таком фоне как раз вот какой-то яркой динамики от бандов ждать все-таки не стоит. Вот мы, кстати говоря, если посмотрим на рисковый класс активов, то увидим, что у Греции продолжаются победы существенные, доходность ее 10-летних бумаг снизилась в пятницу еще на 51 басинный пункт до уровня 14,16% годовых. Улучшилось немного настроение испанских и итальянских бандов. Испанская, соответственно, доходность снизилась на 2 басинных пункта, и итальянских на 5 басинных пунктов. В принципе, такой прям нелюбви к рисковому классу активов нету, все-таки были предприняты определенные такие позитивные меры по разрешению проблем, соответственно, стран PX, но все же банды бандами, пара евро-доллар пока чувствует себя похуже, чем долговой рынок как раз, что здесь, в принципе, не хватает оптимизма для продолжения восходящей динамики евро. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания.